Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и ребята-разработчики выложили на продажу набор, который меня просто поверг в шок своей ценой. Всего лишь 7500 голды за набор из трех восьмерок. Это просто чума какая-то. Такой стоимости на машины я никогда не видел. И возможно эта цена изменится буквально через там пару минут. Возможно это какая-то ошибка. Такие варианты уже были. Поэтому если вы хотите себе купить хотя бы одну годную восьмерку за 7500, однозначно берите. Уже одна из этих машин вам зайдет точно. Честный обзор на Т-2020 будет в описании. Ссылочка заходите, посмотрите. Машина не сильно классная. Мало кому зайдет. Мне честно говоря она нравится не очень. И сейчас выкатим ее из ангара. Что касается честных обзоров на лорку 40 тонн и на Чифтейна. Они появятся на канале уже буквально через там полчаса после выхода данного видоса. Одно за другим будет видео выходить. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии с указанием своего никнейма. Если хотите участвовать в розыгрыше на моем канале. И обязательно друзья мои смотрите другие мои видео. Ставьте палец на колокольчик чтобы не пропустить. За 7500 вы получаете целых 3 восьмерки. Как я уже сказал. Если даже хотя бы одна из них вам зайдет. А потенциально скорее всего будет это именно Чифтейн. Ну просто исходя из тех машин которые есть в наборе. Вы уже получили себе нормальную восьмерку. По адекватной цене с открытым всем оборудованием. И ребят при этом всем получаете еще 2 восьмерки просто в нагрузку. Как я уже сказал. Такого ценника я не видел вообще никогда в игре. Начиная с 2014 года. Как вышла им игра в принципе в целом. Берем машину. Сразу отправляемся в бой. Убеждаемся в том что это будет встречка. Как я уже сказал. Честный обзор на ТН-2020. Есть. Он есть. Не один на канале. Вот здесь наверху будет ссылочка на честный обзор который я снимал недавно. Я больше чем уверен что там вы в полном объеме сможете ознакомиться с техническими характеристиками. Сравнением данной машины с другими. Сможете посмотреть дополнительные катки. Короче говоря. Для себя взвесить. Чего стоит в Т-2020 на сегодняшний день на восьмом уровне. Но еще раз повторюсь. Вопрос не в Т-2020 и его годности. Вопрос в том что вы как минимум за 7,5 тысяч получаете либо лорку. Либо получаете себе чифтейна. Ну кстати машина довольно неплохая как оказалось. И в целом ребят вы уже нормально купили. Все что остальное у вас остается это тупо подарок от компании. По другому я это назвать не могу. Поехали. Попытаемся повоевать. И я очень сильно надеюсь что если вдруг даже это окажется какой-то технической ошибкой. То многие из вас все таки успеют приобрести себе данный набор. Я очень сильно надеюсь что данный набор вас не расстроит. Я больше чем уверен что многим зайдет чифтейн. Потому что машинка на удивление не настолько неиграбельная. Как я допустим подозревал. К сожалению на основе у меня нет данных машин. Но как вы видите Т-2020 очень баскудно сводится. Просто ужасно. Подвижность машины с учетом того что это тяжелый танк. В целом нормальная. Я не могу сказать что чего-то другого от него можно было бы ожидать. Хотелось бы безусловно чтобы он передвигался как-то плюс-минус повеселее. Но все таки ребят не в подвижности даже его проблема. Проблема в его скудной броне. Проблема в его просто ужасном времени сведения и в точности орудия. То есть вот когда ты только полностью свелся. Тогда ты нормально попадаешь. Мне писали в комментариях по поводу того что да я кидаю типа на вскидку. С вертухи залетает. Мама не горюй. Ребят не знаю. За это расписаться не могу. Потому что у меня реально с вертухи на нем не то что ничего не залетает. У меня не залетает нормально на нем. Тогда когда я блин свожусь и это сведение оно просто ужасное. Время перезарядки тоже оставляет желать лучшего. И тут тоже я сомневаюсь что будет большое количество ребят. Которые напишут в комментариях о том что я ввожу в заблуждение. Что нет все классно все круто. Ну вот пожалуйста вертуха и толку от этой вертухи абсолютно никакой. Есть действительно машины в игре которые с вертухи забрасывают. И делают это довольно часто. Т-2020 к нему не относится. Ну и как я имею ввиду к этому списку машин. Что касается меня. Почему у меня есть Т-2020. И как получилось так что я несмотря на то что машина с моих слов далеко не самая лучшая. Все таки являюсь ее владельцем. Дело в том что я когда то повелся исключительно на внешний вид данной машины. Она мне очень сильно понравилась. Она была очень клевая. Красивая она и сейчас есть такая. Но играется машина. Ну просто ужасно на своем восьмом уровне. Может я куда то туда поехал куда не надо было. Но обратите внимание пробивается башня. Вот просто на ура. Несмотря на то что типа должна не пробиваться. Пробивается корпус. Едет машина далеко не супер подвижно. Время сведения просто конское. И то же самое касается точности орудия. Ну вот как то пока так. Что касается технических характеристик. Как я уже говорил переходите по ссылке. Посмотрите сравнение с другими машинами. Поймете о чем я говорю. Моя результативность в команде. Слился ли конкретно я? Ну я бы не сказал. То есть ну плюс-минус хоть как то отыграл. Отыграла ли бодро команда? Ну здесь я не могу ничего комментировать. Просто потому что не люблю результаты вы сами видите на экранах. Сейчас зайдем еще в один бой. Что это такое? Реклама Камо. Очень хорошо. Красивые Камо. Вопросов нет. Но пока нам не до этого. Мы зацениваем Т-2020. Так. Давай быстрее. Пускай в бой. Я очень сильно хочу заехать. И попытаться сделать что-то более годное. Чтобы не казалось что я пытаюсь данную машину. Как то знаете там вот засунуть под ковер. Замести веником под плинтус. Но поверьте мне. Просто сама машина крайне тяжело играбельная. Если говорить в целом про количество машин на восьмом уровне. То понятное дело что на восьмом левеле самое большое количество премиумных машин. В частности тяжелых танков премиумных. И на сегодняшний день количество новых введенных машин на восьмом левеле. Само собой привели к тому что Т-2020 несмотря на то что когда-то еще хоть как-то отыгрывался. То на сегодняшний день он просто практически ни на что не способен. Да если ты будешь там отыгрывать вместе с командой. Если ты будешь сейвиться. Если ты будешь играть как-то плюс-минус там как многие говорят в крысу. Да там выкатился дал плюху закатился. Стоишь ждешь нового момента для того чтобы отбросить. Окей. Но с таким сведением отыгрывать допустим на средних и на уж тем более на дальних расстояниях. Ну просто тоска. Такая тоска зеленая. Просто капец. Приходится подъезжать ближе. Ну а когда ты подъезжаешь ближе и соперники видят тебя в своем прицеле. Как правило большинство из них они имеют возможность бодро тебя пробивать. И понятное дело что особого кайфа ты от этого однозначно не получаешь. Так Хельсинг прячется там за домами. Плюс еще с горки контрят. Я отсветился. Интересно кто меня светанул. Блин досветись же ты в конце концов быстрее. Ну и при этом всем ребят вы накидываете. Типа в районе 400. Но как правило меньше. И это не есть гуд. Опять таки перезаряжаюсь. Свожусь. Жду очень долго этого момента. Не знаю ребят. Я какого то определенного фана и кайфа от игры конкретно на данной машине не получаю. Есть более годные более веселые машины на восьмом уровне. И тот же самый Чифтейн он безусловно будет куда поинтереснее чем Т-2020. Почему я изначально и сказал что если вы возьмете себе набор за 7,5 и вам зайдет Чифтейн или та же самая лорка вам зайдет. То вы уже в принципе окупились. И Т-2020 вы просто получите в нагрузку как не знаю там дополнительное яблоко от продавца. Когда вы покупаете себе там килограмм мандарин не знаю. Ну яблоко такое если бы вяленькое, не сильно симпатичное, может кисловатое. Но в то же время вам его дали и уже слава богу. 6. 6 подкрутка оставила Левчику. Просто супер. Думал хотя бы фраг смогу сделать. Но 6 единиц видите зарешали. Так чего делать? Чего делать? Ехать куда-то. Мне наверное надо ехать сюда к ИСУ. Пытаться его поддержать. Держать. Фалкон в принципе игла может добрать в принципе с одной плюхи. Абсолютно без печали без какой-то. А вот что касается тяжелого танка, который неизвестно где находится. Засветился уже. Все, поехали. Ну давай газуй быстрее. Хочется еще дополнительного урона накинуть. Ну в принципе ребят, это победа однозначная. Вот пожалуйста, есть попадание. Без сведения кинул. Все что заработал это просто попадание по танку. А стоял бы сводился, потерял бы кучу времени. Ну вот и добрать не смог. Вот такая вот она машина Т-2020. Насколько веселая, решайте сами. Вы сами видите как она играется. И поверьте мне, если вы средний игрок, то в ваших руках она будет играться приблизительно точно так же. Своё мнение по поводу офигенски выгодного предложения за 7500 я уже высказал. Что касается Т-2020, как я уже сказал, есть дополнительные обзоры. Смотрите, плюс сейчас показал вам две абсолютно честных катки на данной машине. Ну и побежал обязательно снимать дополнительные обзоры на лорку 40 тонн и на чифтейном. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»